Минфин Башкирии предложил изменить российское законодательство в части распределения средств, поступающих в федеральный бюджет от акцизов на табачные изделия. Ведомство сообщило о подготовке проекта, в рамках которого предлагается направлять 5% сборов в региональные бюджеты по долям, пропорциональным численности населения. По подсчетам финансистов, в случае одобрения Госдумой этого проекта бюджет Башкирии будет пополняться почти на 900 миллионов рублей в год. Кировский районный суд Уфы вынес решение в пользу молодой семьи, которая подавала заявку на получение 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Как выяснилось, чиновники гостроя отказали молодой маме в сертификате, посчитав, что она упустила сроки подачи заявления. Женщина обратилась в октябре, но ее отфутболили. Делом заинтересовалась прокуратура и через суд добилась отмены постановления гостроя, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Традиционные для святого праздника крещения трескучие морозы в этом году обойдут Башкирию стороной. Синоптики обещают, что средняя температура воздуха ночью составит минус 7-13 градусов в отдельных районах до минус 21. Днем столбики термометров покажут минус 4-7 градусов. А вот метели и мокрый снег никуда не денутся и будут кружить в республике все выходные. Ясная погода без осадков ожидается лишь в южных районах. В Мелиузе суд вынес приговор одному из арендаторов сети магазинов одежды, которого обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу. В мае прошлого года сотрудники полиции обнаружили в одном из магазинов крупной сети магазинов одежды и обуви множество поделок. За продажу контрафакта полагается штраф в 200 тысяч рублей. Директор сети поручил арендатору магазина уплатить штраф, но тот решил просто дать полицейскому взятку. Злоумышленник был задержан с поличным. 30-летнего мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 450 тысяч рублей. В центре Уфы школьница нашла в снегу летучую мышь. Млекопитающее было показано специалистом зоологического музея Башгосуниверситета. После осмотра стало ясно, что это двухцветный кожан. Вес найденыша чуть больше 9 граммов. Это очень мало отметили в музее. Его планируют откормить и ввести в спячку, а после полного восстановления отпустить на волю в лес за пределами города.